Эта программа «Трудно быть с Богом». Может ли атеист быть нравственным человеком? Ответ очевидно, вроде бы да. Однако представители традиционных религий утверждают, что реальная нравственность, настоящая нравственность, возможно, только с Богом. И что вообще такое атеизм? Это безверие или разновидность веры? Бог, наказывающий вот прямо сейчас, это великая милость. Потому что вообще-то взыщет потом. Если взыскал сейчас, значит, глядишь и в рай попадешь, потому что уже взыщено. Нет, ну вот эта идея некоего небесного полицейского, который за тобой следит и обязательно поймает, она не является идеальной для службы Всевышнему в иудаизме, поскольку сказано ровно обратное. Человек должен служить Всевышнему ради небес, а не ради себя. То есть не ради того, чтобы получить поощрение или не получить наказание, а из-за того, что это воля Всевышнего. Это несколько другой подход. Вы знаете, на самом деле Борух совершенно прав. Бог наказывает тех, кого любит. И если он не наказывает долго, ты провинился перед ним очень серьезно. Бог может наказывать даже целые народы. Сергей. Ну, если вспомнить историю даже самого христианства, то нужно признать, что нравственные нормы там менялись. И это одно из постулатов собственной исторической науки, которое показывает, что неизменных нравственных норм в истории не было. Они менялись. У одних народов предков было принято почитать, у других поедать. У одних народов, соответственно, война с иноверцами подразумевала их поголовное уничтожение. Кстати, открываем Ветхий Завет, да. И видим там, что с противниками древней иудеи обращались отнюдь не согласно принципу неубий. Ну, вообще, надо должен сказать, что сам наш разговор, который здесь ведется с участием представителей разных конфессий и вашего покорного слуги атеиста, это результат действий свободомыслящих людей и атеистов в течение многих поколений, которые принудили церковные организации к терпимости. Да? А не как наоборот. То есть тоже действовали силы Великой Французской революции, геноцид христиан. Геноцид по этническому принципу. Вы добились силой того, что ваша позиция стала законом, но о чем тогда вы лучше тех, кто когда-то убивал иноверцами? Я бы сказал, что, например, там, великие гуманисты Рас Браттердамский, Стебастьян Брандт, Фрэнсис Бэкон и многие другие деятели эпохи Возрождения и более поздних эпох, они действовали словом прежде всего. И с течением времени гуманистические идеалы вошли в плоти крови, в том числе и религиозных конфессий. Вошли тогда, когда Робеспьер, Троцкий и Ленин силой их утвердили, а до этого как-то не получалось. Давайте, условно говоря, здесь заповеди Моисея или Нагорная проповедь. Можете так их не называть, да, но по сути это основа нравственности атеиста. Тут прежде всего нужно сказать, что не существует единой атеистической идеологии или единого атеистического мировоззрения. Бывают атеисты-фашисты, бывают атеисты-коммунисты, бывают атеисты с либеральными взглядами. И у них разные ценности. Не существует единой атеистической идеологии, никогда не существовало. Это очень важно понимать. В данной ситуации это понятно, что идеологии разные. Мы сейчас не говорим политические идеологии. Есть атеисты среди фашистов, монархистов, либералов. Но дело в том, что эти этические нормы задаются в мировоззрение. А мировоззрение разное. Значит, у вас нет единой нравственности, по сути. У атеистов нет единой нравственности, конечно же. Я человек социалистических. А, очень хорошо. Значит, тогда скажите мне, какая нравственность у коммунистов? Прежде всего это идеалы демократии, социальной справедливости. Прежде всего. И выведение многих пороков человечества из существования частной собственности. Понятно. Другое дело, что коммунизму, то, что существовало в Советском Союзе в течение 70 лет, имеет такое же отношение, как Иисус Христос и Нагорная Проповедь к Испанской Инквизиции. Прими во внимание, то есть повелевай, побуждай, делать все общепризнанное. То есть неважно, это иудаизм, христианство, атеизм и так далее. Если в обществе что-то общепризнанное является хорошим, возьмите это на вооружение. То есть учитывая это, побуждая к этому. Ну вот насчет нравственности, тут важно опять-таки, как всегда, с термином разобраться. Нравственность – это от слова «нрав», от слова «характер». Вот в иудаизме есть постулат «хороша Тора», то есть «хорошо священное описание» с Дары Херетс, с этикой, которая действительно меняется. И ваш изначальный постулат о том, что религиозная нравственность, религиозная этика не меняется, не выдерживает никакой критики, конечно, меняется. И, конечно, нормы... Это я к Сергею. И, конечно, нормы толерантности, несомненно, изменились за столетия. Насколько это достижение некого абстрактного гуманизма – это отдельный вопрос. И с точки зрения историка, и с точки зрения теолога, и с точки зрения философа, потому что в рамках религиозных концепций были гуманисты, в рамках религиозных концепций были и антигуманисты. Это зависело от исторических обстоятельств и так далее. Нравственность, несомненно, изменно. Другое дело, что, когда мы говорим о религиозных нормах... Вот в Талмуде говорится, что если бы не было дано Господом Слово Божье, люди бы научились скромности от кошки, а заплету воровства от муравья. То есть человек должен учиться от окружающего мира и, конечно, от других людей, даже если это люди, не разделяющие его взгляды, а может быть, особенно, если это люди, не разделяющие его взгляды. Что, несомненно, это Слово Божье. Для религиозного человека, для верующего человека, несомненно, это Слово Божье. То есть, вечно и какие-то... В Слове Божьем не исчерпывается отношение между людьми Словом Божьим. То есть человек, который в виде бедного, в виде страдающего, в виде больного ребенка думает о том, что у него сказано в священных книгах по поводу того, что ему надо по этому поводу сделать, он в иудуизме называется идиотом, дураком. То есть человек, который не спасает женщину, скажем, которая тонет из-за того, что религия ему запрещает дотрагиваться к чужой женщине, он невежды и порезается всячески. Потому что вот его религиозная норма вступила в конфликт с нравственностью. Я считаю, что вечные нормы есть. Кое-что меняется, но сам тот факт, что люди отходят от этих норм, не означает, что эти нормы куда-то исчезают. Наличие или отсутствие вечных и неизменных норм, это как раз прямая, прямо связанная с вопросом об основании к нравственности вещь. Если твердых оснований нет, значит, в общем, нравственности нет. Значит, все можно, простите. Можно, не знаю, там, убивать стариков или детей, которые родились с отклонениями, да. В конце концов, вот я сейчас, может быть, даже встану на сторону атеистов, извините, буду спорить с нашим академическим богословием, как католическим, так и православным. Идея естественного нравственного закона, она слишком формализована. Нет никакого естественного нравственного закона, потому что это не закон. Это чувство, он не кодифицирован. Совесть, общечеловеческая нравственность... А, то есть вот вам не нужно читать кучу богословов, потому что понять, что не надо делать эстаназию человека. Они не кодифицированы, потому что люди могут совершенно безнравственные вещи, без вечной нормы, извините, без Бога, одобрить совершенно спокойно, ввести в закон и в нравственные нормы, сказать, ребята, делаем, что хотим. Дядька с палкой чаще всего нужна именно в том обществе, в котором религиозная идеология является давлеющей. Там как раз без дядьки с палкой не обходятся. Это вообще отдельная тема, связанная с тем, что как церковь выполняет идеологические функции, точнее церкви разные выполняют идеологические функции, в том числе и в нашем государстве. Но возвращаясь к вашему вопросу. Да, это отдельная тема. Дело в том, что в каждом обществе существует набор нравственных норм, норм морали, которые являются обязательными для всех членов общества. Откуда он взялся? Он выражается общественной необходимостью. Вот если мы возьмем первобытное общество, то первобытный коммунизм, иначе говоря, возникал из необходимости и потребности, равного разделения пищи на всех. Иначе общество не выживало. Была общественная норма. Были первые формы этой нравственности, это форма табу, безусловного немотивированного запрета. В современном обществе продолжают существовать и атеистов те же самые нормы, которые позволяют им жить в этом обществе. Например, если мы возьмем историю Советского Союза, Великую Отечественную войну, значительная часть воевавших были людьми верующими. Но значительная часть, я не могу сказать, большинство или нет, я не знаком с цифрами, которые оценивают так или иначе количество верующих и атеистов в Советском Союзе накануне Великой Отечественной войны, но огромная масса людей были атеистами. Эти люди жертвовали собой и погибали за отечество. Ничего не лук, вы, чем остальные. Я могу сказать, что вообще нравственность в ней исторична. С помощью религии в обществах, прежде всего, до 18-го, в так называемом традиционном обществе, через религию эти нормы транслировались. Да. Через религии, да. В них в этой форме они сталкивались. Например, если мы возьмем моральные нормы в период английской революции протестантов и католиков, мы увидим принципиальное различие, да, в котором отражался конфликт. Тем не менее, это были представители социальной группы, но конфессия там была. А откуда они попали в религии сначала? В смысле, эти нормы? Откуда они вообще взялись, эти нормы? В данном случае религия обслуживала интересы государства или той или иной социальной группы. То есть она сакрализировала те или иные требования, которые были выгодны тем или иным социальным группам, проще говоря, классам. У нас мы всегда сталкиваемся с одним и тем же. В того бога, в которого не верят эти люди, мы тоже не верим. Это очень опримитивленные представления о разных группах людей. С одной стороны, о вере, с другой стороны, об атеизме, который, как бы с самого начала оговорили в своем вступлении, это тоже разновидность веры в отсутствие высшей силы. То есть назовем это так. Поэтому для меня совершенно очевидно, что вот разговор о том, хочет бог смерти коллективов, не хочет бог смерти коллективов, желает он, чтобы люди убивали друга, не желали, он беспредметный абсолютно. Бог хочет, чтобы человеку было хорошо и чтобы на земле был мир. Теперь мы читаем Библию, вот при завоевывании святой земли, там целые народы должны быть уничтожены и так далее. Читаем о том, как были наказаны цари, которые не исполнили этого указа. Вот гуманизм столкнулся с теологией. На это нечего сказать. Нет, мне есть что на это сказать. В истории человечества один раз Бог сказал захватить какую-то землю. И сделать из этого вывод, что это значит, что можно убивать людей, можно убивать целые народы, и Бог этого хочет, это ложная логика. Такой логики нет, и есть право на противоположная логика. От того, что это было сказано один раз в определенной ситуации. Ну это как убей немца в 44-м году Оренбурга. Сказал бы в 46-м году Оренбург, убей немца. Оренбург не Господь, Бог. Не в 44-м, а в 41-м. Ну неважно. В 44-м он за это был наказан, когда уже входили в Германию, и он говорил, что не жалей, убивай и так далее. Есть разница о том, когда это было сказано. Поэтому мы ищем компромат на Господа Бога, мы ищем компромат на атеистов. Это неблагоприятное, неблагодарное занятие. Может ли Атеист быть хорошим человеком? Может ли религиозный человек быть плохим человеком? Это понятно. И то и другое могут. Несомненно. Поэтому, когда мы говорим о теологии как таковой, что Господь позволяет, что Господь позволяет, это гордыня. Мы не знаем, что Господь позволяет, кроме того, что Он написал в своих священных книгах, сказал нам прямым словом. Все остальное это этика, это нравственность, это мораль, это изменяющиеся общественные нормы, изменяющаяся цена жизни человека. Вот в Библии сказано око за око. Талмудическая мораль говорит, нет, мы не будем человеку выдавливать глаз за то, что другому человеку выдавил глаз. Мы будем требовать штрафа. Почему? Потому что это неразумная норма. Мы выяснили, что это неразумная норма. Потому что тому, кому выдавили глаз, невыгодно, чтобы его обидчику выдавили глаз. Люди думали о том, что означает Слово Божье, думали поколениями, создавали на этом свои нравственные нормы. Если бы вы были агностиком, то тогда, наверное, можно было бы говорить о том, что сталкиваются две принципиально разные взгляда на жизнь, я не скажу идеологии. Вера и незнание. Но вы верите в то, что Бога нет, а присутствующие здесь верят в то, что Бог есть. И оба заявления на самом деле не доказуемы. Я не согласен, потому что здесь это ловушка русского языка. Вот в русском языке слова вера и уверенность, они однокоренные. И часто их путают друг с другом. Дело в том, что религия-то основана на безусловном приятии неких догм. Это не плохо, не хорошо, это констатация факта. Атеизм основан на критическом мышлении. Атеизм подразумевает в обязательном порядке приведение доказательств. Научный подход подразумевает научное мировоззрение, которое должно быть в идеале целью атеиста, формирование своего научного мировоззрения. Оно основано на доказательствах. Оно не приемлит. Это разные вещи. А разве не совместима наука с разными мировоззрениями? Я очень долго пытаюсь бороться с советским термином научное мировоззрение. Есть ученые с разными мировоззрениями. Есть ученые верующие. Верующие, неверующие, либералы-коммунисты, сталинисты. Но дело в том, что если ученые, настоящие ученые, привносят в свою сферу деятельности какие-то божественные догматы, он перестает быть ученым. То есть в рамках своей собственной деятельности он в обязательном порядке атеист. Вот уже Ньютон, который был верующим человеком... Я не знаю, я не очень понимаю, при чем здесь атеист, это человек, который не верит в наличие высшей... Вот прям потусторонних сил, скажем, да. В своей теории, в своей теории, например, верующий, безусловно, человек Ньютон, или верующий, безусловно, человек Паскаль, или неверующий Эйнштейн, или неверующий Дарвин, да, они в своих концепциях были совершенно идентичны друг другу по мировоззрению. Биология говорит о том, что у человека, у любого, есть какие-то принципы, которые сложились там в детстве, в результате обучения, окружения, и он через эту призму смотрит на жизнь. Поэтому здесь, может быть, мы как бы говорим как бы об одном, аж земной жизни, но говорим через каждую, через свою призму. Я говорю только, если я... Может, я до конца не понял за 50 с лишним лет жизни, но я так понимаю, что атеист, это человек, не верящий в существование неких сверхъестественных сил. А верующий человек верит в существование в разных формах неких сверхъестественных сил. А при чем здесь наука? Ну, нам говорят, что атеисты знают, что Бога нет. Нет, просто дело в том, что... Вы знаете, что Бога нет? Ну, для меня, как для Лапласа в свое время, да, данная гипотеза является излишней. Помните, вы знаменитый разговор с Натальяом? Нет, это это разговор. Вы не хотите в него верить, предположим. Нет, дело не в том, что не хочу. Дело в том, что он мне не нужен. Вы знаете, что Бога нет? Я считаю, что да. Нет. Ну, вот, точно так же я скажу, что я знаю, что Бога есть. Замечательно. Поэтому спор верующего с атеистом на тему веры. Да, вы знаете, вы... Правильно, получается, что вы верите в то, что Бога нет, а верующий человек верит в то, что Бога нет. Я не верю. Я считаю, что убедился в этом. Я бы сказал больше того, что... Это разрушит 150. Но фронта работа. Полностью согласен. Я не понимаю, почему этот человек не может разделять свою веру, которая является совершенно недоказуемой, не экспериментальным. Чтобы Бог, которого можно доказать, это не мой Бог. Он слишком велик для моего разума, для того, чтобы я его имел наглость, надеяться познать настолько, чтобы я его мог доказать. Если я ученый, я, соответственно, занимаюсь проблемами научными, научными вопросами, да, как будто это не научная теория. Но тогда, получается, что могут быть ученые, верующие люди. Но Сергей-то, я понимаю, говорит, что тогда он не совсем ученый. Нет, вы меня неправильно поняли. Еще раз. Привнося веру в Бога, в науку он переселит быть ученым. Да, вот именно так. Но естествознание на определенном уровне, даже естествознание, уж не говоря о философии, психологии, вот естествознание, физика, биология на определенном уровне никуда не смогут деться от философствования. От вопроса о том, откуда же все-таки произошли те сложнейшие явления, вещи, процессы, которые у нас присутствуют в природе. Поэтому, на самом деле, разделить чистое естество испытания от мировоззренческих вопросов, не ответов, вопросов хотя бы, очень сложно. Вот я сейчас еще один миф о споре, который у нас озвучивается богословами с разных трибун, что наука и религия это совершенно разные планеты, и лучше им жить порознь, так спокойнее будет, меньше будет споров. На самом деле, гуманитарные науки точно исследуют ту же область или почти ту же область, которую исследуют религии. Но, естественно, науки на определенном уровне никуда не денутся от этих вечных вопросов. И мировоззрение все-таки приходится, если не выбирать, то, по крайней мере, исследовать, прикасаться к мировоззренческой сфере. Дело в том, что нам мнение Эйнштейна о Боге, грубо говоря, неинтересно. Нам интересен в качестве любопытства. Эйнштейн как физик нам интересен как основоположник. Эйнштейн как богословик нам неинтересен как первые... Мы любим Эйнштейна из-за того, что он логичный. Когда религиозные дети начинают таскать цитаты об Эйнштейне, и когда атеисты начинают таскать цитаты Эйнштейна о Боге, это абсолютно нерелевантно. Эйнштейна физики интересно, Эйнштейна о Боге неинтересно. Вопрос по поводу ответственности за то, что реально происходило в истории. Если я сейчас схожу Сергею, что коммунистический режим в России виновен в уничтожении десятков миллионов человек, а коммунистический режим по всему миру порядка, может быть, и ста миллионов, если мы возьмем коммунистический китай. И это атеистические режимы, в основе которых положен атеизм, и он провозглашался. Сергей, я знаю, что ответит. А вот посмотрите на Инквизицию, или на уничтожение индейцев, или на Пиночет, или уничтожение индейцев, ацтеков и майя в Америке и так далее. Скажите, как решать вопрос ответственности? Потому что если ты несешь в себе определенную традицию, коммунистическую или монотеистическую, ты вроде как отвечаешь за этих убитых людей. Вот вы отвечаете за убитых людей, Сергей, я потом и спрошу. Дело в том, что я себя отношу к той традиции, которая с установлением, кто первый начал бороться с установлением сталинского режима в СССР. Это были сторонники левой оппозиции, о которых мы, к сожалению, очень мало знаем, и которые практически все были уничтожены в сталинских лагерях. Просто по роду своих занятий... Это вы по своему политическому взгляду, но то, что это был атеистический режим? Это был атеистический режим, но дело в том, что атеизм в этом режиме принял форму религии. И об этом очень здорово только что вышла книжка, очень интересная, Джона Стейнбека, «Русский дневник», переиздание, да? Там как раз это очень здорово отмечено. Атеизм принял форму религии. Вбивался в голову он кувалдой государства. И он привел к обратному результату. А мог не принять в России? Или в России всегда нужна некая, извините, политическая вера? Мог бы выжить вот, не знаю, атеистический режим, в лице, на положим, Бухарина, или, может быть, не знаю, кого, Луначарского, то есть таких философов на троне? Я считаю, что мог. Но история не знает себе по роду занятий историк, да? История не знает слагательного наклонения, это не случайная фраза. Да? Тем не менее, вот если мы исследуем атеизм советский, то, с моей точки зрения, мы должны из него взять соответствующие уроки. Да? В том числе для формирования атеистического мировоззрения, да? Для самого разговора на эти темы. И один из этих уроков, да, заключается в том, что принудительный атеизм с носом церквей, с репрессиями против верующих, не только духовенства, но и верующих в сталинские годы, да, это, нажимается... Но, нашество при Ленине? А? В 18-м? При Ленине, это была гражданская война, в которой значительная часть духовенства была на противоположной стороне. А часть духовенства, кстати говоря, была на стороне красных. С этих работ реально начали рушить где-то после 28-го года. Совершенно верно. Ну... Совершенно верно. Так вот, если мы говорим о этом периоде, то нужно также вспоминать, что православная церковь стала в позицию служанки государства при Сергии, соответственно, в 40-е годы. Ну, были еще иудеи и мусульмане, которым тоже досталось. Ну, соответственно. В атеистов тоже досталось. Досталось. До пропорции. То есть вот атеизм несет ответственность, атеизм как... Так это не единое мировоззрение, как атеизм в целом, может, это тоже самое. О, слушай, как удобно сразу, раз, и не единое. Вот мы за это не ответим. Так, а если про это назвал, про это сказал с самого начала? То есть мы же не можем... Ну, я готов с этим согласиться, вы действительно в данном случае проповедаете ту самую коллективную ответственность. Насколько идеология атеизма по своей природе бесчеловечна, но наверняка есть гуманитарный атеизм, который вполне себе человеческую жизнь ставит в качестве главной цели. Вот фашизм, а точнее его форма в виде нацизма, который проповедует необходимость уничтожения людей и народов, она ответственна, потому что это является одной из коренных, главных, краеугольных идей этой идеологии. Атеизм, ну, вообще люди отвратительные на самом деле по своей природе. То есть религиозные, нерелигиозные, люди убивали от друга всю историю человечества, проявляя таким образом свою, в общем, дуалистическую сущность. В каждом человеке, в атеисте или религиозном, живет не только Бог, в нем живет и дьявол. И убийца дьявол, поэтому приписывать исключительно все светлое в мире религиозным, так называемым людям, что бы вы этим ни называли, и нацистов религиозных было достаточно, верующих и так далее. И так далее. Поэтому атеизм в данном случае для меня, это советский атеизм, уж точно, коммунистический, сталинский атеизм, это разновидность религиозной фонетичной веры с дьяволом во главе, с убийственной силой во главе.